Ну что ж, друзья мои, а теперь тема, как обычно, социальная, и повод для этой темы, конечно, дала история крайне невеселая, и чисто по-человечески, и с экономической точки зрения, да, история с стюардессой компании Аэрофлот. Да, на прошлой неделе все это дело стало развиваться, и вот, наконец, вчера вышло сообщение о том, что руководитель ОАО «Аэрофлот» Виталий Савельев, он заявил, прокомментировал увольнение стюардессы, которая сделала скандальную запись в своем микроблоге после крушения самолета «Сухой Суперджет-100» в Индонезии, в результате которой погибло 45 человек. Девушка по фамилии Катя Соловьева, да, ну, в сети достаточно широко распространены фотографии, девушка, значит, с родинкой над губой, над верхней. Ну, симпатичная. Вот, симпатичная такая, стервозного вида фотосессия ее опубликована, она в форменной одежде стюардессы Аэрофлот позирует, значит, в самолете, в своем собственном, да, и ее заявление в Твиттере, я вот все ищу, где же... У меня есть текст, я могу вам прочесть. Да, да, прочесть вам. Да, прочесть. Давайте, а че? Тут просто есть слово, которое мне не разрешает говорить, но тут нужно это. А че? Я читаю дословно, ребят. А че? Суперджет рухнул. Восклицательный знак и вопросительный одновременно. Ха-ха-ха! Говномашина! Жаль, не в Аэрофлоте. На один бы стало меньше, а может, и вовсе продали их обратно кому-нибудь. Да, вот такое заявление сделала стюардесса Катя Соловьева в своем микроблоге, его тут же скопировали, сделали скринсейф, то есть сохранили экран, да, запись, видимо, запись действительно подлинная, и возник сразу же достаточно серьезный скандал, и решили ее уволить. И вот такой комментарий передает РИА Новости от как раз руководства Аэрофлота. Мы уволили сотрудницу по соглашению сторон, потому что кодекс наш не позволяет напрямую увольнять за такие вещи. Но на наш взгляд это тоже одна из тем безопасности полетов, рассказал журналистам на премии «Крылья России», добавив, что Аэрофлот получил множество позитивных отзывов от зарубежных компаний, ну, видимо, от Альянса SkyTeam и от других, которые считают такой поступок руководства по увольнению стюардессы правильным. При этом Савельев отметил, что на наш взгляд, дальше цитата, осознанное или неосознанное выступление и публичные пожелания, как в своей компании, так и тем людям, которые попали в трагедию, не только неэтично, но и создает прецедент, когда коллектив отказывается с этим человеком работать. И в нужную минуту эта стюардесса вряд ли сможет выполнить свой долг, ну, поскольку она вне кооперации команды всей, потому что она стала сразу изгоем. И вот после пропажи самолета пользователь Твиттера «Фо Катрин», 4 Катрин, это, соответственно, и есть Катя Соловьева, написала то, что Алексей Алексеевич уже процитировал. Судя по страницам в других социальных сетях, которые были привязаны к аккаунту в Твиттере, разыскали Екатерину Соловьеву. И подобный комментарий со стороны сотрудницы авиакомпании вызвал возмущение других пользователей Твиттера. Они сделали вот фотографию как раз экрана Твита и обратились с жалобами в Аэрофлот. То есть это люди, так сказать, помогли девице, так сказать, получить внимание со стороны руководства. Сама Соловьева сначала удалила комментарий, а потом и все свои страницы в социальных сетях, но было уже совершенно поздно. И позже Аэрофлот в своем официальном Твиттере-аккаунте опубликовал приказ о расторжении трудового договора с Соловьевой и Екатериной Вячеславной по соглашению сторон с 11 мая 2012 года. Ну а 9 мая, как вы помните, примерно в половине 12 по Москве в 40 морских милях от аэропорта индонезийской столицы Джакарты сухой суперджет как раз и потерпел авиакатастрофу. И вот это безумное, конечно, безумный комментарий со стороны этой девушки по имени Катя, да, которая эффектно позирует в красивой аэрофлотовской форме на своем рабочем месте. Ну просто вызывает, конечно, ну меня вызывает, ребята, честно, пускай подает в суд, но я скажу так, это поступок дурака просто. Это вот надо быть действительно дурой, чтобы вот совершить вот такой поступок. Это даже не злодейство, это даже не цинизм, это просто вот, вот понимаешь, под маской вот этих хорошеньких, хорошенькой такой девицы скрывается самая настоящая дура. Потому что не понимать последствий своего поступка человек не может, это уже взрослый человек. Не понимать, что ты приносишь боль тем людям, которые прочтут из родственников жертв, а там было, по-моему, шестеро или четверо российских членов экипажа России. Более того, это твои коллеги, это люди, которые, как и ты, летают. И самолет наш. И самолет наш. Это демонстрационный полет был очень важный для страны. И быть человеком, который вот себе позволяет, представляешь, до какой степени у человека в голове внутри ощущение безнаказанности, что он может себе позволить, особо не скрываясь, поскольку, еще раз, завязанное, там настоящее имя и фамилия, свои собственные фотографии. Нет, я еще понимаю вот этих подонков, да, которые анонимно, которые тебе, Леха, пишут, там, мне, смс-ки, да, смс. Хотя по телефону все просчитывается, это все понятно, но, тем не менее, значит, люди хотя бы прячутся. То есть, какая-то степень, какая-то степень стыда есть. Здесь же абсолютно бесстыжая молодая баба. И я не понимаю, в принципе, вот как с этим человеком впоследствии вообще можно как-то общаться, но потому что глупость 100% выросла. Слушайте, а миллионы людей, которые ее поддержали в этом твитере. Давайте поговорим об этом все. Давайте поговорим об этом все. Поддержали наверняка анонимы или те, которых невозможно уволить за эту поддержку. Это уже вот смс 5533, Маяк. Вы упускаете один момент, а насколько он реально хорош. Это, значит, про самолет. Да-да-да, отлично, значит, друзья мои. Итак, 728-7171 и 5533 со слов Майк. Также на сайте radiomayk.ru работает наш форум. Итак, Аэрофлот уволил стюардессу Соловьеву фактически за запись в социальной сети, в Твиттере. Уволил за строки, а что Суперджек трухнул, ха-ха-ха. Да, машина, да, жаль не в Аэрофлоте, на один бы стало меньше, а может и вовсе продали бы их кому-нибудь. Да, вот такое сообщение от человека, находящегося, ну, в принципе, в таких производственных отношениях, в принципе, с этой самой сферой, с авиацией. Есть, конечно, этика, как в корпорации находится человек, работает с этими машинами, с людьми, которые там летают. Ну, кстати, я тоже летал на майских праздниках как раз на Суперджете, и я вам расскажу впечатления от этой машины. Но, значит, друзья мои, ваше решение, правильно ли, справедливо ли человек уволен, или мы находимся, или должны, по вашему мнению, находиться в таком обществе, где, в принципе, выполняя, например, свои производственные обязанности хорошо, да, ее же не уволили за то, что, например, там чайник кипятка пролила на клиента, да, или нахамила никому. Именно за, так сказать, приватную жизнь свою, фактически, да, в интернете. Вот справедливо ли человек уволен за такую вещь, правильно, или мы должны стремиться к обществу, где, ну, вот, лицемерие должно быть 100% уже. То есть на работе ты улыбаешься, ты сдержан, ты культурен, а в интернете можешь высказываться безо всякого зазрения совести, безо всяких морально-этических норм, да, потому что смеяться над, фактически, жертвами, над теми людьми, которые погибли, вот вам, пожалуй, это омерзительство, вот вам, пожалуй, все, вот я получил, вот какой-то гаденыш Евгений, Москва и Ова, все-таки Веселкин дурацкий, сам ты дурачок, Женя, мать ваша, почему вы, почему вы вообще опять позволяете себе так с вами обращаться, вот, послушайте, что дальше пишут, вот 20 упадет, вспомните сообщение. Тебе, Женя, еще раз читаю, когда ты будешь лететь, рухнешь, и тебе такая же тварь вот так ответит, а че, Женя рухнул, ха-ха-ха, жалко, жалко, что просто упал, а не около моего дома, на одного дурачка стало бы меньше. Хорошо, Лех, ты не заводись. Как это не заводись, что мы за страна такая же, где мы живем. Погодите, погодите, это уволили, понимаете, но справедливо ли это произошло, по вашему мнению, итак, 728-7171, наш телефон, 5533 со слова маяк, смс-ки, пожалуйста, ваши ощущения, ваше впечатление, и божий человек, товарищ инвалид, вот, расскажи, пожалуйста, ваше девице-то, по фотографии, ты понимаешь, нет, понимаешь, женщины у нас... Но это все-таки это отсутствие мозга. Понимаете, женщины у нас выглядят в этом периоде таким образом, что не поймешь. Не поймешь, ну, наверное, 20 с лишним ей есть, нормально. Есть, есть, но ее бы на работу не взяли, ребят, но это все-таки серьезная организация. Мне кажется, она прекрасная подружка Дурова бы вышла, в принципе, такая, а не как-то на одной волне, мне кажется, Дурова. И в дуэтом бы могли спеть Пуси Рио. В дуэт. В дуэт. В дуэт. В пуси, как это там, Пуси Мурси Рио. В бешенство матки. Да, вот там, вот в этом коллективе. Это из тех ненайденных летало, скрывалось отследствие. Вы знаете, мне просто кажется, ребят, не знаю, поддержите вы меня или нет, мне кажется, что в нашей, у нашей молодежи, точнее так, нет никакого представления вообще о родине, наверное, как-то так. Да, при чем тут родина-то? О чувствах патриотизма. Да, при чем тут родина? Сережа, что бы ни случилось написать, что бы ни случилось написать, ха-ха-ха, рухнуло, и у нас такие вот ужасные дебильные машины. Ну, мне кажется, это вот нормальному человеку, в наше поколение, в голову это точно абсолютно не придет. Нет, мне кажется, что вопросы... Мы перестали вообще гордиться, радоваться за нашу победу. Я наивный? Ты наивный? Нет, это ты наивный. Ты к чему хочешь приписать, что бабы дуры? Да я знаю, к чему ты гонишь. Господи, у тебя одна только единственная тема, что зачем Господь на эту землю принес баб, потому что они дуры, конченные и недомощенные. Ни при чем тут вообще никакой патриотизм тут ни при чем, потому что... Не-не-не, ребят, давайте вот без этой мутатени. Вот ни о каком патриотизме тут речь не идет. Значит, сухой суперджет построен коммерческой фирмой, пускай с государственным участием, но это не дело всей страны, это компания отдельная. И вот эту тему гнать, что, мол, мы не можем осуждать, так сказать, качество наших товаров, потому что это все, что у нас осталось, неважно. Я не имела в виду только качество товаров, Сергей. Тем более что, по каким причинам он конкретно упал, ошибка этой экипажа или качество изготовления, это все будет вскрыто в течение... Это важно, понимаешь, потому что не надо сюда примешивать патриотизм. Хорошо, я к себе не патриотизм сейчас. Я вам скажу так, важно, что человек, это же, вот ты скажешь, баба дура, нет, важно, что именно женщина не обладает искренним чувством сочувствия к жертвам. И это страшно, потому что это жестокая, циничная баба, понимаешь? Жестокая, никакого патриотизма тут нет. Елки-палки, а у Дурова что? Послушайте. А у него что с головой? Нет, а у него фамилия. А почему у него... Серега, а почему ты не допускаешь и это, и это, и это? Понимаешь, тут же мы с тобой на улице шли, как мы хотели, чтобы голосовали. Она дура, она тварь или она, значит, еще кто-то? Понимаешь? Понимаешь, потом мы шутили. Подожди, секундочку, шутили. Вот смотри, вот смотри. Давай, что-то. Ростовская область, Володя написал. Ну, естественно, с оскорблением там мне. Это понятно. Ну, это так, ты не пропускаешь. Я не буду это читать, да. Это приветствие. Вот слушайте, да, это поприветствовали меня. Зря уволили. Жалко людей, что разбились, но пора прекратить охоту, внимание... На ведьмах? Нет, инакомыслящих. Ага, инакомыслящих. Инакомыслящих, это, друзья. То есть подонок, это и есть инакомыслящие, правильно? Подонок, да. Давайте, Леша, послушаем. Из Москвы, друзья мои, давайте. Это очень хороший смс, кстати, говорят. Жалко, что только автор не сдержался в рамках интеллигентной беседы. Леша, доброе утро. О, доброе утро. Да, Лешенька, 31 год, Москва. Вы в какой сфере трудитесь примерно? Я строительный. Строитель, хорошо. Леша, вот скажите, пожалуйста, в данном случае уволили правильно или это ошибка и действительно инакомысля, давайте так. Не, 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 реально, уволили правильно, на самом деле. И это правильно, что на всю страну. Но дело тут вот в чем. Сколько еще таких, которые не написали? Ведь есть же люди, которые подумали примерно так же и не написали никуда. Это все зависит от набора персонала. Кто этого товарища, вот, я... То есть в HR, давайте так, я понял, я понял. Я не говорю, женщины, не женщины. Да, 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 да. Нет, для Сергея важно, что это женщины. Я понял, я понял. Вот вопрос, который ставит Леша, да, то есть HR-отдел, то есть человеческих ресурсов позволил на работу устроиться женщине с такими качествами, да, что с контролем по набору персонал. Как такую гадину пропустили в персонал? Как женщину пропустили? Как женщину вообще пропустили в этот мир? Ну что ж, дорогие друзья, сегодня у нас очередной момент истины. Выясняем с вами наши отношения, ну, не общее, солидарное. Потому что я не верю, что общество может так вот единодушно 99,9% по какой-то теме договориться. Всегда найдутся люди с альтернативным мнением, из вредности или по принципиальным моментам. Но, тем не менее, выясняем сегодня общее наше ощущение от увольнения аэрофлотом своей стюардессы, которая позволила себе в социальной сети прокомментировать катастрофу самолета сухой суперджет в Индонезии. И прокомментировала это, ну, во фривольной и такой манере, скажем так, разговорного жанра. Для интернета это простительно. Не важно. Сама суть важна, что Екатерина, девушка привлекательной, так сказать, внешности, заявила достаточно нагло, что это плохая машина, что жаль, не в аэрофлоте упал этот самолет, на один было бы меньше, ха-ха-ха и так далее, и тому подобное. Да, и вот мы сегодня выясняем, в принципе, ваше отношение к самому факту увольнения, потому что и аэрофлот сам признается, что за подобное не предусмотрено никакой официальной статье в КЗОТе, да, в трудовом законодательстве, поскольку законодательство, ну, вечно отстает от реальной жизни. Уволили по соглашению сторон с такой формулировкой, но руководство аэрофлота заявило, что такой сотрудник не может дальше исполнять свои обязанности качественно, потому что коллектив отвернулся, и сотрудничать с женщиной, которая себе позволяет подобные вещи, никто не хочет, ну, а в условиях полета, где нужна слаженность действия экипажа, изгой, естественно, не будет полностью выполнять свои обязанности. Как вы относитесь к факту увольнения, друзья мои? Ну, и вообще, что может сегодня действительно заставить взрослого человека? Давайте мы все-таки вещи с именами. Человек взрослеет не к 40, человек взрослеет 18 лет, давайте честно. Если человек 18 лет, уже годный для службы в армии, еще ребенок, тогда не берите его в армию. Если он годен для службы в армии, тогда он взрослый, тогда он должен отвечать за все свои поступки, за все свои слова. Нет, в 14 лет ребенок обслуживается во взрослой поликлинике, он получает паспорт. Да-да-да. Значит, тогда с 14 лет... Нет-нет, это взрослая баба, это взрослая баба, которая, значит, совершила несколько, так сказать, поступков одновременно, совершенно глупых, они, с моей точки зрения, безнравственные и мерзкие. Вот, но, как вы думаете, почему она себе позволила то же самое это сделать? Почему? Вот что в ней такое, что она вот без зазрения совести это сделала? Нет-нет, в нашем обществе, по крайней мере, вот, как бы в сливках, да, нашего общества сейчас стало модно быть в оппозиции, модно не любить своих... В оппозиции к чему? Ко всему! Нет, ну, а также историк с дуром, вот, выпендриться, быть оригинальным, чтобы тебя заметили, как-то выделиться. Если хотите, быть несогласным, с чем-либо угодно, не важно, с чем. Так, подождите, а с чем тут, может быть, несогласным-то? С победами сборной нашей, миллион людей, которые болеют против нашей сборной, в любых видах спорта, с нашими достижениями, мы против, против этого. Виктория, отрицание, 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 отрицание... Нет, нигилизм, кстати, нигилизм в свое время, вот, в 19 веке, это же страшная напасть была, кстати, среди молодежи. Вот базаров вам, пожалуйста, да. Но другой вопрос, что сейчас еще тут более цинично, потому что нам-то ни в коем случае сейчас нельзя позволять нигилизма, потому что мы только-только стали себя собирать, и в результате, почему такие люди... Ну, на мой взгляд, она, конечно, сволочь и тварь. Это не просто безмозглая баба, она тварь, потому что она красуется, понимаешь, когда люди это делают на показ, знаешь, что она все ордеза, что она красивая, что это все прочтут. Ну, не красивая, скорее, ты привлекательная. Ну, ей так кажется, Серега, она себя воспринимает абсолютно по-другому, она звезда, и вот она стала звездой в этом интернете, она стала звездой в стране, страна, причем, она понимает, что кто-то будет этому сочувствовать, ты понимаешь, какая вещь? Поэтому и появляются вот такие вещи, не скрываясь, потому что какой смысл просто писать, раньше ведь писали на заборе, забор можно сжечь, а здесь нет. А здесь можно удалить аккаунт. Я понимаю, Павел, давайте, Пашу, послушаем из Московского голоса. Ребят, 728-7171, Паш, доброе утро. Алло, доброе утро. Да, Паш, 42 года, пожалуйста, твое мнение, правильно ли уволили, и почему она это сделала? Мое мнение, что ее уволили правильно, а мнение такое, почему это произошло. Это поколение детей 90-х отмороженных. То есть, когда наша страна кинулась из коммунизма в капитализм, все кинулись зарабатывать деньги и забыли о вот этих детках, которые сейчас выросли. Погодите, Паш, ну мне кажется, это примитивное объяснение. Нет, это абсолютно не примитивно, Сережа. Погодите, ну она же человек, она что, как человек, ее не учили сочувствовать? Человек не может быть вне социума. Нет, ее не учили в 90-е годы сочувствовать родителям, друзьям, трагедии. Это дети брошенные, которые воспитывали улицу, а улица воспитывала цинища. Паша, тебе 42 года, и ты тот самый родитель, то поколение, которое бросило и оставило их на улице. А он и не скрывает этого. Мы все такие. А я вам могу сказать, у меня старшая дочь 19 лет, нормально учится в институте, ценит людей. Такие высказывания, и даже не сучьи, да, не знаю, как там, можно это или нет, да, не реагировать. Уже не важно. Да. Да, ты скажи мне, пожалуйста, я понимаю, может быть, ты не обсуждал со своей дочкой эту историю, может быть, сегодня обсудите как раз, но как ты думаешь, что за порода-то такая людей, вот желание действительно сказать какую-нибудь мерзость, причем мерзость абсолютную, потому что речь-то идет не о самолете, конечно же, черт не самолет, а люди. Они кайфуют, понимаете, они от этого кайфуют, они получают кайф, они не могут по-нормальному состояться как люди и доказать, что они профессионалы в чем-то. Им нужно кому-то нахамить, кого-то обозвать для того, чтобы получить кайф, что вот я обжаву, мне все равно за это ничего не будет и так далее. Популярность любой ценой, вот и все, любой ценой, конечно. Уголовная ответственность наступает с 14 лет, а ей уже, извините, не 14, и она творит такие чудеса, вот, извините, найти статью уголовную, дать ей пару лет условно, и она поймет, что этого делать нельзя. Хорошо, Паша, спасибо большое, но наш законодатель наверняка отстает и от сегодняшней ситуации реальной. 728-71-71, наш телефон, согласны ли вы... Ну а какую это статью, за несочувствие, что ли, или что? А можно, ребят, не статью. Вообще, в принципе, в приличном обществе делается так. Это волчий билет, когда все знают. Корпоративная этика должна существовать, и я думаю, что этот случай очень сейчас важен, потому что на ее примере другие компании будут понимать, что не все продается, и не обязательно держать у себя тварей и идиотов, которые дискредитируют тебя и расшатывают наше общество, которое, ну, как лоскутное одеяло. Леш, это для тебя будет проблема, для этой молодой девицы, у которых нашлось миллион людей, которые ее поддержали, Это такие же мерзавцы. А мерзавцы не могут спать наше мнение. Давайте спросим, найдутся ли мерзавцы, которые хотят трудоустроить Екатерину Соловьеву после этого случая, потому что человек нуждается, так сказать, в том, чтобы покупать себе косметику, не знаю, колготки, трусы, вот. А, в принципе, Аэрофлот оставил бы ее без выходного, наверное, на пособие, да. Давайте спросим, 728-711-5353 со словом «Маяк» смски. Ваше мнение, пожалуйста, уволили ли действительно человека справедливо за запись в Твиттере? Вроде бы поступок-то сам по себе, да, ну, не соизмерим, например, с появлением на работе пьяным, с прогулами, да, с оскорблениями этих самых пассажиров долбанных, да, с должностным, с любым преступлением, правильно? Людей обычно увольняют за серьезные вещи, да. Что, чтобы быть уволенным, это надо постараться, а здесь раз и все. Мне кажется, это самое серьезное, это намного серьезнее, чем прийти пьяным. Пьяный человек, ну, оступился, это можно сказать, а здесь это про все проще. То есть вы не готовы просить молодую, эффектную женщину за глупость просто? Вы же все время пытаетесь меня заставлять быть снисходительными к бабе глупости. Вы же все время говорите «Простите их, потому что они глупенькие». Мы же сказал, что в нашем обществе, она же на это могла сослаться. «Ой, я глупенькая». Я тебе сразу сказал, что эта тварь, ее нельзя в принципе никуда подпускать. Какая она тварь? Нет, это она тварь. Сереже надо подпечатать, наверное, эту историю. И дура, Сережа. Давайте, Людмила. Давайте женщину. Дура может говорить только Сергею. Может быть, женщина поймет женщину. Сергей, вам вот Оля написала коротко. Вот вы подлизываете власти, и это еще чудовищнее, чем поступок стюардессы. Оля из Ярославской области написала. Оля, приезжай, я покажу тебе, как надо подлизывать. Давай, власти, да, давай, иди сюда. Дай нам Людмилу из Воронежа. Держите, Людмила. Да, Людмила, доброе утро. Доброе утро. Людмила, вам 37 лет, вы, конечно, постарше, чем вот эта девица из аэрофлота бывшая. Вы скажите, пожалуйста, во-первых, как вы относитесь к самому факту увольнения, и, во-вторых, как вы, может быть, по-женски как-то понимаете, зачем она это сделала? Вот что ей двигало? Я не могу ни понять, ни оправдать эту девушку, но я хочу сказать, что мне ее безумно жаль. И виноваты в этой ситуации ее родители, которые не вложили в нее дострадание, сочувствие к другим людям. Она может относиться как угодно к этой ситуации, но человек отличается от животного тем, что он контролирует свои эмоции, свои слова, и она не вправе, даже если она так думает, она не вправе так высказываться. Мне ее жаль, потому что ей жить в нашем мире, ей растить своих детей, и каковы будут ее дети, какими они вырастут, это можно только с содроганием себе представить. Нет, тогда, Людмила, надо жалеть нас с вами, потому что нам с этими детьми сожительствовать потом, да, и какими они вырастут, тут такой мамашей, какие у нее вообще, в принципе, подходы к различным вопросам, да, когда у человека отсутствует главная история, нет сочувствия к жертвам, потому что в любой день скорби, в любой день скорби, заткни свой язык подальше, и молчи, и сочувствуй, сопереживай. Что бы ты ни думал реально о тех людях, которые являются героями в кавычках эпизода, да, молчи и молчи, все, больше ничего. Вот смотрите, спасибо, спасибо, Людмила, вот смотрите, Борис Кост пишет, товарища знаю лично, вот пишет, кончай валять, дурака, Серега, ты же не Веселкин, причем здесь погибшие, ясно же написал из стюардесса, самолет дерьмо, вот почему. А я вам еще, да, сейчас прочитаю, да, Костя написал, из Московской области, Москвы, вы занимаетесь озлоблением, это мы, и вы, товарищ Инвалид, кстати, тоже озлоблением. Да, самый лютый. Музыку подставляете веселую, вы занимаетесь озлоблением общества и травлей. Дальше, секундочку, смотрите, чем вы лучше тех, кто травил Пастернака и Сахарова? Вот это разворот! Это Сахарова, нет, погоди, Пастернак, Сахаров, Соловьева. Да. Вот она. Какого нашего? На флаг. Напротив которой? Нет, которая там без работы. Давайте, Сережа, давайте послушаем, послушаем звонок, Сережа из Ростова-на-Дону, Сережа, доброе утро. Доброе утро, ребята. Сережа, 28 лет, во-первых, как вам решение руководства аэрофлота, и что она за человек такой, если вот позволилось, вы бы себе такое позволили написать, в принципе? Сережа, значит, в отношении действий аэрофлота абсолютно согласен, согласен по той причине, что создается впечатление, что эта девушка не совсем адекватно воспринимает реальность, а люди, которые неадекватны, они, в принципе, ни на какой работе не нужны, потому что их поступки и действия непредсказуемы. Это первое. Второй момент, значит, по поводу того, что об этой девушке в целом, то есть, ну, понятно здесь все, и дурочка, идиотка, и все остальное. Значит, хотел бы сказать свое личное отношение к этой трагедии, да, то есть, то чувство, которое я испытал, вот, услышав в ленте новостей, да, об этой трагедии, конечно, ёкнуло, как и у любого нормального человека, но в тот же момент пришло определенное чувство разочарования. Вот недавно был у нас спутник упал, вот, а теперь вот наша первейшая разработка в самолетостроении, да. — Единственное, Сережа, единственное, Сережа, я тоже думал на эту тему, да, и хочу с вами поделиться мыслью. Единственное, пока что не расшифрованы данные самописцев, да, трудно сказать, что это не ошибка экипажа, да, хотя винить людей не хочется ни в коем случае, но, тем не менее, да, причина до конца непонятна, и очень уж странно, что это был показательный полет для того, чтобы подписать крупный контракт, и вот такая вот, знаешь ли, нельзя исключать и конкурентную борьбу на рынке самолетостроения. Тут тоже тема. Ну что ж, друзья мои, и так мы определяем свое отношение к теме, да, друзья мои. Дело в том, что нужно разделять вещи действительно серьезные в этом мире и несерьезные. И судя по тому, что Катю Соловьеву уволили, руководство аэрофлота считает ее поступок серьезным, да, согласны ли вы с таким решением руководства аэрофлота, и в целом представляете ли вы, что за человек, что движет человеком, который написал такое сообщение, особенно не скрываясь в социальной сети о катастрофе самолета «Сухой Суперджет». Ну я вот тут поднял информацию, в принципе, и я когда услышал эту новость, да, про эту трагедию, да, о пропаже нашего самолета, конечно, знаете, вот Виктория загнула сразу про патриотизм, про наши, так сказать, какие-то производственные ценности и так далее. Да нет, не патриотизм, просто стало чисто по-человечески обидно, что, мол, действительно вот, ну действительно во время показательного полета, ну по большому счету это пиар-полет, реклама, там же были журналисты, которые должны были создать хорошее мнение об этом самолете, естественно, это нормально, это у всех, у автопроизводителей, у любых людей, которые тестируют новую технику, она прежде всего попадает журналистам. Мы сами занимаемся автомобильными тестами, да, и вот во время этого показательного полета, когда после этого должны были начаться продажи в азиатском регионе, и такой удар, ну честно, ребята, очень мутная история, честно говоря, с точки зрения вот бизнеса, потому что рынок авиационных перевозок очень плотный. Ну вы представляете, сколько производителей? Боинг, Аэробус, ну Дуглас, и, собственно говоря, сухой, и все. И конкуренция жуткая при стоимости этих машин, я никого не хочу обвинять, но, в принципе, мысли и на эту тему наводятся. Очень печально, и, конечно, неприятно просто, что один из тех продуктов, которые мы все-таки продолжаем еще делать, и новый самолет, я, кстати, на этом самолете летал в Брест, на майских праздниках, да. Вы знаете, я обратил внимание, что абсолютно вот оформление салона удивительно, вообще ничем не отличается, я имею в виду по качеству материалов, по цветовой гамме, ну, какие-то отдельные углы, может быть, отличаются от аэробусов тех же, да. Очень хорошо, качественно все сделал. И, знаешь, обратил внимание на эту машину, может быть, это была, ну, как-то ловкость пилотов, не знаю, или особенности все-таки именно самолета, как таково. Он же произошел из военного КБ, да, как и многие наши разработки, да. Удивительным образом именно на этом самолете не закладывало совершенно уши во время посадки. Да, вот я обратил внимание, то, что перед этим я летал на украинском Ан-28, или еще что-то в этом роде, вот, летал тоже куда-то в командировку, и, а, в Питер я летал на этом самолете, и при посадке страшно заложило уши. Я обратил внимание, что у нее совершенно по-особенному как-то работают двигатели с особым шумом, то есть на взлете очень сильный такой вот виск, да, фактически, а вот когда он садится, реально очень комфортно не закладывает уши. И единственное из эргономики, я обратил внимание, низкий проем входной двери. То есть людям с ростом приходится пригибаться больше, чем в каких-то других самолетах, да. Во всем остальном отличный лайнер, то есть он мне не показался чем-то таким... По крайней мере, когда я прочел твит этой девицы, стюардессы Соловьевой, да, вот, когда она назвала ее говномашиной, я цитирую по источнику, да, но я абсолютно не могу разделить эти ощущения пассажира. А она же там, я уверен, даже и не была, даже не знает. Просто радость, счастье от того, что можно выразиться... Вот, например, Оля, извините, ребят, не могу не отреагировать. Оля, Ярославская область, видимо, добрый души человек, и живется ей прекрасно, и замечательно, она любит страну. Вот она пишет нам. Говномашины всегда будут в говностране с говнопропагандой. Удивительно. Я советую, Оля, вы сядьте в какую-нибудь хорошую машину, летите не в говнострану... Улетайте отсюда. Да-да-да. А что вы ходите, мучаетесь в говноавтеку, в говноавтеку... В говногороде. В говногороде сидите, по дороге-то сказать. Единственное, что вот смотрите... В говноквартире сидите. Помните несколько лет назад, когда... Такая же вы бедная, Оля. Помните несколько лет назад, когда... Да, может, это не Оля вовсе. Помните несколько лет... Давайте говнобилет купим. Несколько лет тому назад, когда испытывали 320-й аэробус, тоже была авария в Европе. Тоже была авария, но, в принципе, поскольку рынок сжатый, все равно это забыли, и дай бог наладить снова производство и вернуться на эти рынки нашим авиаторам. Да, ну вот давайте поговорим с Семеном из Москвы, 42 года. Семен, доброе утро. Семен. Да, Семен, доброе утро. Здравствуйте. Я бортпроводником за 22 года работаю. Да, Семен, ваше отношение. Вы в какой компании? Ну, не буду называть, а то уволят, что я ее защищать сейчас буду. Давайте, защищайте. Вот. Дело в том, что когда я об этом тоже услышал, ну, работая в этой сфере, просто вот как-то о жертвах сразу не думаешь. Просто думаешь, что это вот именно сначала вот о самолете думаешь, да? Вот. И что с тобой это может произойти, вот. А потом уже, да, да, люди погибли, жалко там все такое. Конечно, она глупенькая, да, вот, ну, мне не то написало. Ну, а и про цинизм, вот Виктория говорила, вот поколение циничное там все, да? А что мы в телевизоре видим? Жириновскому надо после каждого увольнения, ой, после выступления, после каждого увольняка, понимаете? Вот, в общем, делал там. Ну, с кого она? Не, ну, пусть ирают эти, вот, пляшут в церкви, да? Ну, сидят, шестри, сидят, сидят потихоньку. Вы не согласны с тем, что ее уволили? Да, конечно, нет. Ну, просто и шум из-за этого такой раздевается, что как-то, ну, совершенно о другом. Ну, не знаю, нет, не согласен, нет. Не согласен? Ну, говорят, профессионал надо, персонал надо отсеивать. Да вы бы видели, кто работает тут. Я говорю, я за 22 года, наверное, настолько насмотрелся, что... Ну, ни о чем вы сейчас говорите. Хорошо, Семен, вы, скажите, вы лично себе позволите, под реальной фамилией, как она это сделала, с реальными фотографиями, написать примерно такой текст, прежде не подумав о жертвах, а о самолете? Наверное, нет, наверное, все-таки думать буду. Ну, вот видите, ну, мы же говорим... За базар надо отвечать, как бы, да? Ну, мы же говорим об этом с вами, да, собственно говоря? Спасибо. Человек написал, да, что после терактов в московском аэропорту можно было написать, ха-ха-ха, лузеры, охрана, и так ему надо. Понимаете, ну, как это вообще возможно? Вот мне вот это непонятно. Не то, что бабы дуры или что-то еще. Что-то с нами происходит, понимаете? И дело не в том, что вставать надо в оппозицию или что-то еще такое делать. Почему мы перестали думать? Почему мы перестали... Сейчас Сережа скажет опять какие-то дурации, что я там высокоопасывая парными какими-то словами говорю. Мы перестали любить друг друга, соперничивать друг друга. Зарек, ну, это действительно, мы ничего не боимся. Ну, это так, Сергей, мы стали другими. Мы живем, как в компьютерной игре. Убьют, не убьют. Мы абсолютно толстокожие. Мы ничего не воспринимаем. Так я тебе говорю, главное... Ничего. И главное неумение сочувствовать. И мне в этой истории больше всего поразило, что это сделала женщина, понимаешь? Человек, от которого как раз кроме чувства, по большому счету, не ждешь ты ничего в жизни. Мне это не нужно, чтобы женщина была профессором, блин, или какой-то супербогатый или умный, да? Нужно сочувствовать. Это потребность любого мужчины от женщины. И когда женщина молодая и прикидывающаяся достаточно миловидной, нежной, красивой, позволяет себе говорить гадость, мерзость, это переворачивает все сознание, понимаешь? Что за поколение у ублюдков, в конце концов?